Смена ансамбля и внедрение каких-то других персонажей в труппу не всегда приводит к хорошему результату. Доброе утро, матч Унион-Айнтракт. Это экзаменовка для Униона, которая отправляется в очень неприятный выезд в Неаполь. Унион в этом году смог одержать только одну победу, в этом футбольном году, если быть правильным. Остальные матчи закончились плачевно для команды Фишера. Заработки прошлого сезона не работают, а трансферы, которые были сделаны в летний период, пока не дают те плоды, которые ждут в Берлине. Айнтракт же наоборот смел тренера, и смена тренеров в контексте Франкфурта идет на пользу. Да, они также играют от Наша, да, они также допускают ошибки. Но даже без команды, которая уехала в Лацио, Айнтракт обратил внимание на скандинавский рынок и был приобретен Уго Ларсон. Швец, как вы понимаете, испаноязычными корнями. В контексте этого матча мы можем сказать следующее. Матч может быть вязким, потому что тем и другим предстоит сессия в Еврокубках. Но то, что шлейф вот этих неудач и накопительный эффект от такой первой усталости может выйти на первый уровень, я считаю, может сыграть важнейшую роль в данном действии. И все же у Ниона сложнее группы, чем у Айнтракта. Ресурсов поменьше, а вот фалообразная составляющая у Берлина присутствует в большей мере, чем у экономической столицы Германии. На этом все, и я всех поздравляю с праздником православным и с Днем Народного Единства, Днем Народного Народа. До свидания.